Born to be one Все это он доказал своим фильмом 1993 года Гремучая смесь Рэмбо, Каллигулы и Чака Норриса Давайте же посмотрим этот фильм Для просмотра этого фильма вам понадобятся яйца Зашкаливающее количество джигурды приводит к тому, что к концу просмотра ваши локоны могут покрыться рыжим цветом Как и многие великие фильмы, этот фильм стартует с требезжания букв на красном фоне И звука, под который будет уместнее резать человека Надеюсь, этого банка больше не существует Под титры Никита Джигурда считает нужным прочитать свой стих и показывать, как он пердолит какую-то бабу А затем прототип Макс Пейна стартует Вот так встречает нас фильм Давайте сразу считать количество оскорблений джигурды Мы не знаем, куда он приехал, но мы видим, что его ненавидят Так все-таки он мудила кастрированный или бык производитель? Ты меня разозлил, грубиян Готовься Вали, ублюдок Ты сам напросился? Извини Ой, пизда Джигурда А вот это неправда С мамой моей ты не знаком еще Мне удар сильнее Пидор, мы сейчас с тобой встретимся Оказывается, наш честный Чубак разработал генитальное открытие, которое нужно всем Только без участия самого Чубаки То, что ваше открытие будет внедрено без вашего личного участия Да что, стакан упал? Да пошел ты, шестерка Джигурда не унывает И идет огуливать свою подругу И именно в этой сцене раскрывается весь сценарный талант Никиты Джигурды А в частности, писателя диалогов Меня изнасиловала Фортуна, после чего я разродился мировым открытием Но ведь оно только на бумаге, правда? Завтра меня назначают главным конструктором, и я внедряю его как агентом 007 Становишься миллионером Уууу, ты же знаешь, для меня деньги не самоцель, главное идея... Ой, пизда Джигурда Разве не идеал мужчины? Что для тебя важнее? Я или идея? Конечно ты Почему? Потому что от тебя я тащусь Уууууууууууууу Я вспоминаю И ей богу, около 20 минут Джигурда поет на уровне Высоцкого, или может быть даже и выше Катаясь на машине, купаясь без трусов, ну и конечно бог любви покажет свое мастерство Которого смертным никогда не достичь Я столько лет ждал этого назначения, мать вашу Ну к сожалению, начальство обламывает его с назначением Вкратце Да его, открытие дирекции похеру Резкая нужда в деньгах заставляет Джигурду обратиться к отцу. И на пути к нему он размышляет. И именно здесь мы осознаем всю веху философской мысли Никиты Джигурды. Как вы надоели, член насосы. Столько лет, столько лет, только и делать, чтоб гадить. А ведь все началось из-за одного придурка. Из-за одного. Прав, Коржавин. Какая сука разбудила Ленина? Помнишь, ты говорил, что продашь дачу, если мне понадобятся деньги? Приехав на дачу к отцу, мы понимаем, что это 90-е. Актерская профессия не в моде, и Юрий Яковлев соглашается сыграть отца Джигурды. Ничем тебе помочь не могу. Я это понял, когда увидел тебя... На следующем кадре его уже держат. Видимо, настолько нестабильный был IQ у монтажера. Продашь открытие, или яйца тебе отрежет. Рез, рез, рез! Что вообще мог открыть Джигурда? Панацетсик болезней? Вечный двигатель, нанотехнологии, лазерное оружие, хну. Что такого важного он мог придумать? Ведь у рыжих нет души. Так вот мы дойдем. Хорошо. Я согласен. Отпустите. Они даже тебя ни разу не ударили, и ты веришь в то, что тебя отпустят? Отпустите, говнюка. Девку я твою еще трахну. Трахалка не отсохнет. Теперь я... Осторожно, там Джигурда. Спокойной ночи, малыши. А яйца мои мне еще пригодятся. Для того, чтобы снять защитие своего ребенка и выложить в интернет. Папа Джигурды придумает гениальный план. Вместо того, чтобы продавать открытие, проще отнять деньги у убийцы ее брата. Вот у них надо отобрать наши деньги. Кристально честный и умный инженер Джигурда, конечно же, не соглашается. И опять бьется стекло. Ночью, в холодном поту, измученный, Джигурда не может заснуть. А затем под веселую музыку идет на пляж. Купания длились недолго, ведь третий инфракрасный коричневый глаз Джигурды заметил, как Гопник снащил кошелек у девушки, и он встает на защиту справедливости. Положи кошелек на место. О, пизда. Джигурда все же решает ограбить убийц брата своей бабы. Гопник, оказывается, может раздобыть гранаты, а ребята с завода делают ему пистолет. Он не знал, что происходит с человеком, если тот берет в руки оружие. Когда мы берем в руки оружие, мы становимся злее. Мы становимся проклятие. Мы становимся... Ну, согласитесь со мной, пожалуйста. Стоять, руки за голову, you be shit bastard. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ну, террористка. А ну, раздевайся и быстро у койку. Не пойду, сначала дело, а потом любовь Видишь, надо было просто сказать нет Да как он тебя сломал-то вообще? После 27 минут, и это не шутка, и это, блядь, не шутка Обучающего видео от бога любви и плодородия во всех мыслимых и немыслимых позах, в том числе и разработанные личной Джигурдой Сцена закончилась И как закончилось мое адекватное восприятие всей оставшейся жизни В итоге Джимен все же оправдывается перед зрителем Важны не столько размеры, сколько опыт Тактически верно, режиссер Джигурда показывает отношение простого люда к его герою Деловой, вот и видите, вы еще о нем услышите Лично я услышал о нем при вручении замечательной премии за самый Мудацкий поступок года, серебряную калошу получает Никита Джигурда Внимание на экран Кстати, своей песней «Вагину жены» он обошел президента Лукашенко Что сделать весьма сложно Черт возьми, ведь он же Лукомэн Задумайтесь, это первое, что видит и слышит ребенок на этом свете На его месте вы хотели бы вылезать? Да и вообще, что за вещество должно быть у человека в голове, чтобы выложить подобное на Ютуб? Это вовсе не то, что хочется посмотреть с друзьями и как-то весело откомментировать При родах, по правде говоря Вы будете пускать газы и писать и катить на глазах десяти незнакомцев, которые будут пристально пялиться вам во влагалище, которое, кстати, наверняка порвется Но мы отвлеклись Его подруга осуществляет задуманное, правда, без самого Чубаки И грабит убийцу своего брата, который вовсе не выглядит как убийцы Слышь, не скажешь тебе золото, пидом сделаем! Они сделают, даже если скажешь, они сделают Это фильм Никиты Джигурды Тем не менее, непонятно, откуда они узнали, что золото действительно здесь есть Ну ладно, плевать Заканчивайте Найдя золото, бандиты ставят персональную растяжку на человека И не рыпайся, дядя! А то граната рванет! А не проще его убить или оставить вот так вот завязанным? Что дает эта растяжка? А сам Никитка молодец Тогда обещал пограбить людей вместе со своей бабой А сейчас откупается флешбеками Ну мало ли там, не наобещаешь, когда перед тобой голая женщина Тем временем бандиты продолжают работать по адресам Приезжают к другим убийцам-старикам и грабят их Павлик, что ты там уронил опять? Яйца свои Нам нужны деньги, валюту Да нет, нет, нету ничего Сейчас дам пососать Это решит проблему Неужто ты думаешь, что этот бод спустился с небес и остановился? Что за ехать твою мать? Если Джимми нет дома, вообще не представляю, что я не знаю, где партнеры в этом районе Никого знакомого в этом районе Джимми, привет, как дела? Это Джулс Слушай, мы тут приедем, попали в отменный бутняк Сейчас дам пососать Превосходно 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 Друдно представить, что возможно сделать лучше Это там под грушей в саду Под грушей в саду, замечательно Ой, бля Сколько бабок, это же уссаться можно Рипс коллекционал в ВХС-создание, а посему ничего не понятно Вкратце, женщина Джигурды пристрелила хозяина дома Бандиты сваливают в убежище, хотят убить тупую бабу, но приходит Джигурда Нельзя было из-за стола выстрельнуть И вы понимаете, что произошло Ой, пизда Джигурда Вашу долю я оставил на столе Маринушка, вспомни, пожалуйста, где ты оставила револьвер У ребят или там, где стреляла Упс Еду в Магадан В Магадан Но нет, фильм на этом не заканчивается Начинает играть раздавая мелодия Джигурды на заднем плане И он начинает успокаивать ее, как умеет И мы слышим плач и понимаем, что не один Джигурда знает, что ее посадит Когда ему в следующий раз перепадет? После 20 минут рычания, соплей, стонов и плача у кого-то из партнеров начинает идти кровь Понимая, что без женской ласки он долго не выдержит, Джигурда разрабатывает план побега Батуми, Дельтаплан, Турция Точно Батуми, Дельтаплан, Турция Почему? Просто он придурок Он придурок Он придурок Он придурок Если вы хотите узнать, как Никита Джигурда заменил одну из солисток группы Ранетки Смотрите вторую часть обзора Хочу я знать, что делать, если вдруг...